Итак, давайте тогда перейдем к оптимизации нашего робота Оптимизация настраивается Что вообще такое оптимизация? Давайте перейдем к входным параметрам У нас есть входные параметры То есть значение... Разберем, к примеру, Take Profit Значение Take Profit у нас составляет 10 пунктов То есть, что это значит? Каждая сделка у нас будет фиксировать прибыль На промежутке 10 пунктов от открытия цены Этот параметр мы можем оптимизировать То есть, к примеру, мы хотим посмотреть А если наш робот будет выставлять Take Profit не 10 пунктов А 11 пунктов Насколько изменится результат? Это мы можем, конечно же, выставить здесь 11 пунктов И в ручном режиме прогнать нашего робота на историю И посмотреть результат Но если мы хотим, к примеру, узнать Take Profit не с 10 пунктов А, к примеру, с 5 пунктов До, я не знаю, до 150, к примеру, пунктов Это будет довольно-таки затруднено То есть, 150 итераций делать в ручном режиме Это будет, ну, очень долго И оно, в общем-то, можно этого избежать Полностью доверив автоматически системе подобрать параметры Для этого придумали оптимизацию Мы задаем начальное значение, к примеру, 10 Мы задаем конечное значение Мы не будем брать 150 пунктов, конечно, возьмем Пунктов 15 И задаем шаг между этими значениями В нашем случае задаем шаг 1 Что это будет значить? После того, как наш робот встанет на оптимизацию Он сделает первый прогон по истории Со значением 10 Потом этот 10 увеличит на значение шаг То бишь на единицу И прогонит данного робота со значением 11 После этого он опять увеличит шаг на 1 На единицу Это будет уже 12 И опять прогонит И до тех пор, пока не упремся в стоповое значение Стоповое значение у нас 15 Но мы можем одновременно И перед оптимизацией, конечно, нужно будет поставить галочку Но мы также можем оптимизировать сразу несколько параметров То есть параметр Stop Loss и Take Profit, к примеру Одновременно То есть мы здесь тоже можем задавать какие-то конкретные значения Шаг, стоп, ну и конечно же старт И запускать их одновременно То есть здесь будет уже более такая четкая Более ресурсоемкая, конечно, оптимизация Но параметры будут подобраны максимально комфортно Для данного робота, для данной валютной пары И так мы можем абсолютно каждый параметр оптимизировать Которые, в принципе, у нас есть в наших настройках Сегодня мы оптимизируем всего один параметр Так как какое-то время занимается оптимизация Поэтому зададим с 10 до 15 с шагом единицы Переходим к тестированию Раздел тестирования Здесь у нас есть раздел оптимизация Оптимизируем параметр и генетический алгоритм Так как у нас может быть очень много входных параметров Входных переменных И мы можем одновременно все их оптимизировать К примеру, со значениями старт и стоп От 10 до 5000 может быть То всех возможных комбинаций у нас может быть миллионы То есть очень много на самом деле Может быть каких-то возможных комбинаций Которые наш компьютер будет оптимизировать Может занять, может быть, даже год Год, полгода, может быть, два года Для этого был разработан генетический алгоритм Который оптимизирует нашего робота Под определенный параметр Что это значит? У нас есть ряд параметров Разберем параметр баланс То есть наш оптимизатор, наш тестер стратегий Будет подбирать параметры так Чтобы его результаты, результаты торговли робота Были приближены к максимальной именно прибыли То есть он не будет обращать внимание на просадку К примеру, там будут просадки по 80-90% Для него важна именно чистая прибыль, которую он получит Максимальная чистая прибыль Я рекомендую обратить внимание на два параметра Это баланс и максимал драудоун Первый, мы так поняли, что это максимальная прибыль Которую он может получить И второй параметр, который рекомендую обратить внимание Это приближение к минимальной просадке То есть он будет настроен на то, чтобы ваш робот Как можно меньше был в просадке То есть у него минимизировать просадку он будет, скажем так Нажимаем ОК Настройки у нас остаются прежними Единственное, что нам нужно поставить, это оптимизация Галочка оптимизация Нажимаем старт У нас запустилась оптимизация Так Оптимизация занимает некоторое время Ага Смотрите Что у нас теперь отображается У нас отображается количество прогонов То есть так как мы задались с 10 до 15 У нас будет 6 прогонов Сейчас у нас первый прогон Всего будет 6 Далее предположительное время То есть сколько осталось времени Примерно И сколько времени уже прошло То есть мы видим, что времени у нас прошло 46 секунд Было 2 прогона И осталось примерно полторы минуты еще Поэтому Немного терпения И мы уже видим результаты Нашей оптимизации Оптимизация сейчас у нас проходит За месяц С 1 марта 2016 года По 1 апреля 2016 года Как я ранее говорил Я рекомендую все-таки Использовать год От 3 до 5 лет Для более каких-то точных результатов Для обучения Сегодня достаточно будет Одного месяца Что имеете ввиду 90 часов, Сергей? А, это на 3 года Да, это вполне возможно То есть вполне реально Все зависит от мощности Вашего компьютера 90 часов вполне реально На оптимизацию Ушел Итак, совсем немного времени осталось Можете задать пока какой-то вопрос Мы видим, что у нас Остался всего один прогон Завершился пятый Сейчас завершается шестой прогон Последний У нас уже появились какие-то результаты Сейчас дождемся окончания Последнего прогона И посмотрим результаты Нашей оптимизации Как видим Оптимизация закончилась И мы можем посмотреть результаты Вот результаты нашей Оптимизации Нашего робота То есть мы видим У нас указан проход Прибыль, которую он получил При тестировании за месяц Количество сделок Совершенных Коэффициент прибыльности Коэффициент мотожидания Просадка в долларах И просадка в процентах Просадка довольно-таки Такая существенная Но мы не оптимизировали Стоп-лосс наш Мы только Тейк-профит оптимизировали Смотрите То есть у нас Справа В самом справа Указаны наши параметры То есть Тейк-профит 15 Тейк-профит 11 Тейк-профит 13 И так далее То есть при Тейк-профите 15 Результаты Нашей оптимизации И тестов Получились вот такие При Тейк-профите 11 Они получились вот такие То есть мы можем Посмотреть С какими параметрами Получились какие результаты. И прекрасно видно, что стейк профит 15 пунктов. У нас получилась максимальная прибыль, при этом наша просадка составила меньше, чем у других прогонов. То есть у нас и прибыль составила больше, и просадка составила намного меньше, чем у других параметров. Поэтому данный показатель намного лучше, чем другие иные показатели. Далее мы можем увидеть график оптимизации. Здесь такие отображаются небольшие точечки на графике, в зависимости от прогона и депозита, который получился на итоге. То есть в зависимости от прибыли, которая получилась. Ну, заметить, хочу заметить, что прибыль у нас составила практически 100%. То есть, ну не 100%, 78% это буквально за один месяц. С просадкой 38%. То есть, это показатели, я хочу сказать, довольно-таки хорошие. То есть, за один месяц составить 778% это довольно-таки хороший результат. График оптимизации, результаты оптимизации. Так, результаты это тестирование. По результатам оптимизации и по оптимизации, все ли понятно? Может быть, какие-то вопросы есть? Так, Сергей опять. Смотрите, можно, Сергей, да, отвечаю на ваш вопрос. Можно, конечно, поступить и так. Возможно, так это даже сэкономит какое-то время. Можете сначала подобрать тейк-профит и под лучший результат тейк-профита подобрать стоп-лосс. Вполне реальный вариант. То есть, ничего против нет. Но, если вы хотите как-то это полностью автоматизировать, можете полностью сразу... Тут видите, какой момент? То, что при первом прогоне, когда вы будете прогонять тейк-профит, да, оптимизировать тейк-профит, у вас будут какие-то результаты лучше, какие-то хуже. Но, при том, что какие-то результаты будут хуже с данным стоп-лоссом определенного тейк-профита, возможно, они улучшатся при изменении стоп-лосса. То есть, здесь такой вариант... Он, конечно, имеет место быть, но он не будет... не совсем точен будет. То есть, возможно, будут лучшие результаты именно если вы одновременно все оптимизируете. Но, такой вариант тоже, как у вас есть. Лучше вместе, да. Так, итак, по оптимизации, я так понимаю, все, в принципе, понятно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...